Основная информация, которую я хочу вам дать, это встреча с губернатором, о которой я с вами говорил уже. 4 марта глава администрации Ивангорода встретился с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. На встрече обсуждались очень важные вопросы, которые касаются жизни города. Первое, это то, что я привез ему и согласовал с губернатором программу развития пограничного города. Которая сегодня идет в рамках установки президента по пограничным городам. И я так понимаю, что финансированием этих программ будет заниматься «Газпром». Общая стоимость этой программы около 500 миллионов рублей. Реконструироваться и строиться будут несколько объектов. В частности, вторая очередь очистных сооружений и футбольный стадион в городе. Незабытые городские улицы. Третий объект – это капитальный ремонт с тротуарами, газонами, поребриками и там всеми прочими ливневыми канализациями. Это улица Гагарина, центральная улица города. И четвертый объект – это дорога на сады. На сады полиграф Маш. Сумма где-то там оговорена около 22 миллионов. Посетовав на то, что строительство дорог сейчас стоит немалых денег, Михаил Борисович подчеркнул, что это все-таки необходимо, чтобы хотя бы в перспективе иметь в том районе хорошую дорогу. Еще один вопрос, который рассматривался на встрече – окончание финансирования двух международных проектов. С 5 ноября мы этот вопрос решаем. Вроде бы получаем согласие сначала в правительстве, но есть закон о бюджете областной, который не позволяет прокредитовать муниципальное образование нашего уровня, то есть первого уровня. Там прописан только второй уровень. Ну и Кингисепский район, конечно, без желания, так скажем, отнесся к этой идее получить кредит как посредник между правительством Олимпиадской области и Ивангородом. Ну вот после разговора с Александром Юрьевичем Дрозденко, он при мне позвонил в администрацию Кингисепского района. Сейчас все это зашевелилось. Кроме этого, намечен внеочередной совет депутатов и заседание бюджетной комиссии для того, чтобы получить разрешение народных избранников на получение этого кредита. Мы договорились с комитетом финансов и будем после праздников с ними связываться о минимальной ставке этого кредита. Где-то рассчитываем на 1% годовых. Поэтому это будет легкий кредит, который, в принципе, возвращаемый. Программа нам ее возвратит эти деньги. 12 миллионов рублей. После того, как мы отчитаемся об окончании объектов по документации. Еще один вопрос, который обсуждался на встрече с губернатором. Вторая очередь газификации частного сектора. Мы договорились с Александром Юрьевичем, что он из средств комитета жилищно-коммунального хозяйства выделит 2,5 миллиона, для того, чтобы мы могли сделать проект второй очереди частного сектора и провести государственную экспертизу. Для того, чтобы потом с этими документами выходить в правительство, для включения нас в программу строительства газопровода второй очереди. Это уже будет на следующий год. Еще раз вернувшись к вопросу о ремонте центральной улицы Ивангорода, глава администрации отметил, что финансирование программы и возможное проведение дня области в Ивангороде – дело будущего. А ремонт нужен уже сейчас. Он пояснил, что на встрече с руководителем региона достигнут ряд договоренностей. Я попросил Александра Юрьевича найти деньги для того, чтобы сделать легкий ремонт этой улицы. Я не буду говорить ямочной, потому что мы им говорим, что определенные участки нужно покрывать уже сплошным полотном. Но это будет только фрезеровка и слой. Чтобы можно было по Гагарине ездить не как по испытательному полигону, а как по нормальной улице. Чтобы два года она простояла до постановки юно-капитальный ремонт. Таким же путем будет ремонтироваться дорога на сады, поскольку она становится не просто непроезжей, а опасной для движения транспорта. И еще один вопрос, который, по словам главы администрации Ивангорода, инициировал сам губернатор – это строительство бассейна. Какую информацию я знаю, я ему сказал, что сменился подрядчик, подрядчик по проектированию. Что сейчас по конкурсной процедуре определен новый подрядчик. И что я сомневаюсь, что начнутся строительные работы в этом году. Михаил Корнеев рассказал, что губернатор тут же по телефону поставил задачу своим подчиненным в самое ближайшее время разобраться с проектированием этого объекта. И уже в этом году, где-то в августе-сентябре месяце, он сказал, что он найдет миллионов 50-60 для того, чтобы вывести строительные бригады на этот объект.